Да, спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я без презентации, у меня будет исключительно устный доклад. Я хотел бы уточнить формат, сколько у меня есть времени на выступление. Смотрите, у вас есть 30 минут, соответственно, можете поделить 20 на доклад, 10 оставить на вопросы обсуждения, либо поменять взаимоотношения этих частей выступления, как вам угодно. Ну, обычно 20 плюс 10. Да, спасибо большое. У меня получился большой доклад, и даже я не уверен, что я смогу уложиться в отведенные полчаса, но я очень постараюсь это сделать и оставить еще время на вопросы. Надеюсь, такие и будут. Что ж, не затягивая, начну. В первую очередь свое выступление я должен начать с ремарки о том, что мой доклад является апробацией результатов исследований, проведенных в рамках грантового проекта Российского научного фонда «Феномен моральной ответственности». Этот проект является многонаправленным, совместно с коллегами мы исследуем различные аспекты феномена моральной ответственности. Моя часть исследования посвящена проблеме тождества личности в контексте вопроса о моральной ответственности. Моя предыдущая работа была посвящена метатеоретическому анализу страслинианских теорий моральной ответственности. Я стремился показать, что в силу того, как в таких теориях формулируются необходимые условия уместности возложения моральной ответственности, а именно условия моральной агентности и агентности действия, их соблюдение требует сохранение определенного рода тождества личности, а именно качественного тождества, выражаемого через психологическую связность. Если кратко воспроизвести ход того рассуждения, оно строилось примерно следующим образом. Страслинианские теории предполагают, что чтобы возложение моральной ответственности на личность за некоторые действия было уместным, личность должна удовлетворять по крайней мере двум условиям. Во-первых, она должна быть агентом того действия, за которое на нее возлагается ответственность, что означает, что это действие должно быть атрибутируемой ей правильным образом в смысле необходимым для моральной ответственности. А для этого оно должно правильным образом выражать то, что Строссен называет качеством воли личности. И, во-вторых, личность должна быть моральным агентом, что значит, что она должна обладать определенными моральными способностями, которые обеспечивают ее статус того, кто в принципе способен нести моральную ответственность и быть полноценным участником моральных отношений, членом морального сообщества. В разных теориях моральной ответственности и для разных видов моральной ответственности, порой выделяемых, эти условия трактуются различным образом. Под качеством воли, обеспечивающим личности статус агента действия, могут пониматься ее благие и дурные черты характера, качество ее суждений или отношения к другим людям. Под моральными способностями, требующимися, чтобы личность была моральным агентом, могут пониматься способность самостоятельно формировать и исправлять свой характер, отзывчивость к основаниям действий, способность их контролировать, эмпатическая способность понимать чужую нормативную перспективу и так далее. В детали я здесь вдаваться не стану, но отмечу, что в теориях моральной ответственности эти условия обычно рассматриваются в а-темпоральном ключе. То есть предполагается, что если личность удовлетворяет условиям агентности действия моральной агентности, возложение на нее моральной ответственности может быть уместно, без уточнения, в какой именно момент удовлетворения этих условий и возложения ответственности должны происходить. Очевидно, однако, что эти моменты не обязаны совпадать, а обычно не совпадают. И это поднимает проблему тождества личности. Чтобы оба условия соблюдались, и возложение моральной ответственности за некоторые действия было уместным, личность как моральный агент, на которую теперь возлагается моральная ответственность, и личность как агент действия, совершенного в прошлом, должны совпадать, быть в некотором существенном смысле тождества. В каком именно смысле? Многие теоретики моральной ответственности принимают тезис о том, что ответственность за некое действие должна нести та же личность, которая его совершила. То есть эти личности должны быть нумерически тождества, или связаны неким отношением с субститутом нумерического тождества, принимаемого в той или иной теории, например, неразветвленным R-отношением, как у Парфита. В соответствии с выделяемыми условиями уместности моральной ответственности, это похоже действительно так. Какого-то рода нумерическое тождество должно сохраняться, поскольку если личность как моральный агент, на который возлагается моральная ответственность, не будет той же личностью, что и агент действия в прошлом, то условия агентности действия будут просто нарушаться, и возложение моральной ответственности будет неуместным. Но я отставил тезис, что одного только нумерического тождества личности, или некого его субститута, недостаточно, чтобы обеспечить корректное соблюдение условий уместности моральной ответственности. Необходимо также определенного рода качественное тождество личности. Я показываю, что чтобы выделяемые в стрессонянских теориях условия агентности действия, моральной агентности соблюдались, личность должна обладать качеством воли, обеспечивающим ее статус агента действия и моральными способностями, необходимыми для моральной агентности, как в момент совершения действия, так и в момент возложения моральной ответственности. Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается хотя бы в один из этих моментов, то возложение моральной ответственности будет неуместным, одно из условий будет нарушаться. То есть на момент возложения моральной ответственности личность должна сохранять те же качества воли и моральные способности, которые должны быть у нее в момент совершения действия. Нумерическое тождество личности, даже если признавать его значимость, совершенно не гарантирует сохранение таких психологических черт и не способна обеспечить это сохранение. Для этого необходима релевантная степень качественного тождества. Именно личность в один момент времени должна быть психологически связана с личностью в другой момент времени, в том, что касается релевантного качества воли и моральных способностей. Пусть даже личности не будут психологически связаны по иным чертам. Сам тезис о том, что для моральной ответственности должна быть психологическая связанность, подчеркну, что речь в данном случае идет именно про связанность, то есть коннектодность, не про психологическую непрерывность, или как порой переводят, преемственность, то есть не про continuity. Речь про буквальное сохранение психологических черт с течением времени, а не просто про кавузальную непрерывность их изменения, каким бы радикальным это изменение не было. Так вот, тезис, что для моральной ответственности важна именно психологическая связанность, он совершенно не нов. Замечания об этом есть и у Парфита, и у Шумейкера, который Дэвид Шумейкер, да и у Сидни, по-моему, есть аналогичные замечания. Однако в большинстве случаев, и у многих других исследователей, тем не менее, в большинстве случаев этот тезис рассматривается в контексте проблемы именно тождества личности. Аргументация в его пользу строится через анализ ряда воображаемых ситуаций с опорой на моральные интуиции авторов, но не на теории моральной ответственности. Я пытался дополнительно подкрепить этот тезис, показав, что вне зависимости от теории тождества личности, он должен приниматься в довольно широком, в стратегианском классе теории моральной ответственности в соответствии с тем, как в самих этих теориях формулируются условия уместности возложения моральной ответственности. Но теперь, и в этом, собственно, состоит следующий шаг моего исследования, который я намерен представить. В этом контексте я хочу рассмотреть теории тождества личности. Тезис о том, что для моральной ответственности необходимо психологическое связанное совместим со всякой теорией тождества личности, Ну или практически со всякой, включая, по крайней мере, биологический подход к санкционализму, нарративную теорию, основные теории тождества личности. И теория о том, что нумерическое тождество или некий его субститут необходимо для моральной ответственности, также совместим с ними. Но совмещение обоих этих теорийств одновременно порой оказывается существенно затруднено в этих теориях. В этом отношении, на мой взгляд, в контексте вопроса о моральной ответственности преимущества получают именно психологические теории тождества личности. Я начну с разбора, с критики конкурирующих подходов о преимуществах. Преимущества психологической теории будут, мне кажется, особо ярко видны именно на фоне их недостатков. Если вдруг мне не хватит времени, я какую-либо из теорий чуть-чуть зажму, прошу меня извинить. Начну с биологического подхода. В нем традиционная личность отождествляет с телом или организмом, определяя нумерическое тождество организма во времени, через его пространственную временную непрерывность, сохранение телесной организации составляющих организм частей, сохранение жизни, обеспечивающих жизнь дегитативных функций организма и тому подобное. В рамках этого подхода можно утверждать, что для моральной ответственности необходимо нумерическое тождество личности и психологическая связность. И в большинстве случаев с соблюдением этих условий не будет возникать никаких проблем. Обычно, в обычных ситуациях, в течение всей своей жизни мы остаемся действительно одним и тем же организмом и временами, довольно большими временами, значимыми для моральной ответственности, мы сохраняем одновременную психологическую связность. Однако, поскольку в рамках данного подхода эти условия соблюдаются совершенно независимо друг от друга, легко представить ситуации, в которых будут возникать просто моральные колеса. В этой связи традиционно рассматривают случай пересадки мозга вместе со всеми психологическими характеристиками. Представим себе мир будущего, в котором технологии пересадки мозга достигли совершенства, люди имеют возможность менять тела словно одежду. Если ваше тело износилось или состарилось, вы можете пересадить свой мозг вместе со всеми психологическими характеристиками в новое тело. Если верно, что для моральной ответственности необходимы как нумерическое, так и качественное тождество личности, выражаемое через психологическую связность, то в таких случаях эти условия не смогут соблюдаться одновременно. Значит, подобная операция должна будет полностью обнулять моральную ответственность. Это кажется совершенно контринтуитивным и малоправдоподобным. В этой связи сторонник биологического подхода, по всей видимости, оказывается вынужден отказываться от одного из этих условий и связывать моральную ответственность либо только с нумерическим тождеством личности, не требуя связанности, либо только с психологической связанностью, не требуя нумерического тождества. Но это существенно затрудняет соблюдение условий моральной агентности и агентности действия, как они формулируются в теориях моральной ответственности. Эти условия требуют, чтобы личность, на которую возлагается ответственность, была той же самой личностью, которая совершила действие, то есть была и нумерически тождественной. И одновременно они требуют, чтобы на момент возложения ответственности личность сохраняла то же качество воли и моральные способности, которыми она обладала в момент совершения действия. Они требуют психологической связности. Как можно отказаться от одного из этих условий? Сторонники биологического подхода, такие как Олсен, например, предлагают жестко разделять метафизическую проблему нумерического тождества личности и практический вопрос о моральной ответственности. Последнее, полагают сторонники этой теории, действительно может нуждаться в психологической связности и в нумерическом тождестве агента действия или морального агента, но не в тождестве личности, как оно понимается в психологическом подходе. То есть не в тождестве организма. Это возможное решение, которое действительно снимает множество коллизий моральной ответственности в рамках данного подхода, но цена за него, как мне кажется, оказывается слишком высока. Вопрос о нумерическом тождестве, теперь уже не личности, но агента действия и морального агента, если следовать данному решению, никуда не исчезает. Этот вопрос все еще нужно решать. Биологическая теория просто говорит о том, что ничем не может с этим вопросом помочь. Никак не способна его решить и даже не рассчитана. И это мне представляется ее существенным недостатком в практическом отношении. Особенно на фоне психологической теории, которую я представлю позже. Схожий упрек можно предъявить и субстанциоанализм. Субстанциоанализм утверждает, что личность по своему существу является чистой ментальной субстанцией или душой. Именно тождество души и стечение времени обеспечивает тождество личности. Тождество души и стечение времени совершенно не зависит от сохранения или изменения каких-либо психологических черт. Поэтому и здесь условия нумерического тождества личности и психологической связности совершенно независимы друг от друга. Легко представимы случаи схожих моральных коллектив. Вместо пересадки мозга, здесь обычно рассматривают сюжет с переносом душ от одного тела к другому с полным сохранением у них исходного психологического профиля, представим, скажем, в духе Лока принца и сапожника, чьи души бог или некий маг поменял местами, переселил душу сапожника в тело принца и наоборот, душу принца в тело сапожника. При этом тело принца вместе с мозгом принца сохранило все черты характера принца, все его убеждения, воспоминания и тому подобное. Весь психологический профиль. То же самое и с телом сапожника. Сторонники субстанционализма, такие как, например, Свинберн, полагают, что моральная ответственность сохраняется за личностью именно в силу нумерического тождества личности. То есть нумерического тождества ее души и не зависит от психологических черт, включая и те, что конституируют моральную агентность и агентность действий. Но это значит, что после переселения душ ответственность за былые дела сапожника должна возлагаться на того, кто ощущает себя принц. Кто даже и не помнит совершение этих дел, кто не обладает соответствующим характером, связывающим его с теми поступками, кто не обладает соответствующим качеством воли. Просто потому, что душа сапожника теперь находится в теле принца. И наоборот. За дела принца должен отвечать сапожник. Тот, кто ощущается сапожником. Это крайне контринтуитивный вывод. В принципе, аналогичный ответ, связать моральную ответственность не с психологической связанностью, но с нумерическим тождеством личности, доступен и биологическому подходу. Но его сторонники обычно считают подобного рода следствия слишком контринтуитивными, чтобы их принимать. Даже если не полагаться на интуиции, можно просто утверждать, что такое представление не согласуется с трассынианскими теориями моральной ответственности. В самой душе нет ничего, что сохраняло бы агентность действий и моральную агентность, а потому моральная ответственность не может переноситься вместе с одной только душой. Разумеется, сторонники, собственно, анализского подхода, как и сторонники биологического подхода, не обязаны принимать именно такое решение. Они также, как и сторонники биологического подхода, могут утверждать, что проблемы тождества личности и моральной ответственности не пересекаются. Но это также, как и в предыдущем случае, будет говорить о, так скажем, прямо скажем, бесполезности этой теории в вопросе о моральной ответственности. Если вопрос о нумерическом тождестве личности и, скажем, нумерическом тождестве агента действий и морального агента существенно разводится, полностью противопоставляется, то теория, занимающаяся только первым вопросом, ничего не сможет сказать о втором. Иначе обстоит дело с нарративным партнером. Он предполагает, что тождество личности определяется единством нарратива об этой личности. При этом сама личность представляется абстрактным или фиктивным объектом, сроднее литературному персонажу, задаваемому повествованием. Это снимает вопрос о нумерическом тождестве личности с включением времени. Он, оказывается, не релевантливый. Что же касается вопроса, то есть он, оказывается, предрешет все, что приписывается общему, единому нарративу личности, оказывается принадлежащим одной личности в нумерическом тождестве. Что касается вопроса психологической связанности, то вместо него старальники нарративной теории предлагают решать вопрос о характеризации личности. То есть решать вопрос не о том, какие психологические черты личность сохраняет с течением времени, но о том, какие психологические черты и действия могут быть ей приписаны. Что, в общем-то, как раз и значимо для моральной ответственности. И это подчеркивается многими сторонниками нарративного подхода. Приписываемость действия определяется возможностью непротиворечивого включения их в биографическую историю личности. Под биографической историей понимается обычный последовательный рассказ о развитии личности, преимущественно от первого лица. Именно возможность непротиворечивого включения в последовательную реалистичную автобиографию, как отмечается многими сторонниками, об этом в частности пишут Шехтман, Волков, Захави, ряд других исследователей, возможность непротиворечивого включения в последовательную реалистичную автобиографию делает соответствующие события, поступки и действия, их психологические характеристики, частью подлинной идентичности личности, а также является основанием для моральной ответственности за соответствующие поступки в рамках нарративного подхода. Но поскольку эти условия атрибуции действия не вполне совпадают с тем условием, которое выражается в связанности, и поскольку они во многом являются дополнительными условиями атрибуции действия, нарративный подход, я полагаю, также сталкивается с определенными трудностями. Что касается требования включения действий в автобиографический нарратив для корректной атрибуции их личности, то способность описывать свои поступки от первого лица, ссылаться на их ментальные причины, обосновывать свои суждения об опыте, признается нарративистами одной из ключевых для атрибуции личности действий в смысле необходимым для моральной ответственности за эти действия. Как пишет Шехтман, рассказчик нарратива должен быть способен объяснить, почему он делает то, что делает, убежден в том, в чем он убежден, и чувствует то, что он чувствует. Элементы нарратива личности, в которых она не может объясниться, все еще могут быть ей атрибутированы, но, отвечает Шехтман, в меньшей степени, чем те, в которых она объясниться может. Очевидно, это должно сказываться и на степени моральной ответственности, но этот тезис несовместим с рядом теорий моральной ответственности. Это дополнительное условие включения в автобиографический нарратив, способность объясниться в своем действии. Для многих теорий моральной ответственности будет просто дополнительным условием атрибуции, которая с некоторыми теориями будет несовместима. Например, с теми, которые признают приписываемость и уменимость отдельным от подотчетности видами моральной ответственности. Требование объясниться в своем действии, есть требование именно подотчетности. Разумеется, многие исследователи моральной ответственности будут согласны, что подотчетность необходима для других видов моральной ответственности, но далеко не все. И ряд исследователей, включая того же Дэвида Шубейкера, Шерипаду и ряд других исследователей, будут категорически возражать перед отчетом. Иные трудности связаны с требованием непротиворечивого включения действий в нарратив для корректной атрибуции их личности, покуда этот нарратив еще не завершен. Эта проблема обычно решается сторонниками нарративной теории через обращение к пердурантизму и представлению личности ее нарратива в качестве распределенной во времени сущности, не существующей целиком в каждый отдельный момент времени. Как в этой связи отмечает тот же Волков, нарратив охватывает целую жизнь личности и распределен по времени. Его части расположены в разных временных эпизодах. Значение осмысленности поступки приобретают только в контексте нарратива. О том же, в общем-то, говорит и Шехт. Согласно ей, для действия быть частью чего-либо нарратива означает естественным образом вытекать из остальной истории жизни личности. Это условие она считает частью того, что определяет степень приписываемой моральной ответственности. С этим условием связан ряд трудностей. Ну, отмечу, по крайней мере, две. В первую очередь, если тем самым нарративная теория предполагает, что для решения вопроса о корректной атрибуции действия уместности возложения моральной ответственности за него, мы должны оценить это действие в контексте всей прошлой и будущей истории этой личности, то такое требование представляется попросту невыполнимым, по крайней мере, для живых личностей, что делает нарративную теорию в практическом отношении малопригодной. С другой стороны, во-вторых, не вполне понятно, как быть с действиями, которые не вписываются в основную нарративу, которые не удается непротиворечиво от него включить, просто потому, что они, например, совершены в силу мимолетного влечения или капризма. Несомненно, ряд теорий моральной ответственности будет как раз утверждать, что за такие действия мы ответственности не несем. Но широкий круг других теорий моральной ответственности будет утверждать обратно. И совместить нарративную теорию с такими теориями моральной ответственности оказывается не так просто. Разумеется, нарративисты обычно смягчают этот эффект. Даже Шехман пишет, что, возможно, действие не всегда должно находиться в такого рода отношении к остальной жизни личности, чтобы она обладала агентностью в отношении него. Однако подобного рода оговорки не всегда добавляют ясности. Что означает это не всегда? Шехман это проясняет, но с ее прояснениями, мне кажется, так же можно спорить. Это я замну для ясности и для краткости. Наконец, отдельный вопрос состоит в том, как быть в случае, когда нарративные условия атрибуции действий соблюдаются в отсутствии психологической связанности, поскольку такое возможно, поскольку эти условия не вполне совпадают. Большинство с россынианских теорий моральной ответственности допускают, что личность может терять статус агента действия. Если психологическая связанность в существенной степени нарушается, если личность в настоящем больше не обладает тем качеством воли, которое она проявляла никогда прежде, то она больше не может считаться агентом того действия и возлагать на нее моральную ответственность будет неуместным. Но при этом личность может все еще удовлетворять нарративистским условиям атрибуции. Она может непротиворечиво включать в свой биографический нарратив рассказ о своих давнишних действиях, например. Поскольку нарративистские условия формулируются на замену психологической связанности, это также способно порождать колизм. Представим себе, скажем, раскаившегося грешника, который в молодости много блудил, потом обратился к Богу, раскаялся, усердно работал над тем, чтобы изменить свой характер и привычки, и теперь он стал святым отцом. Будет ли уместно презирать его сейчас, святого отца, который не имеет порочных характера, за грехи его молодости? Многие теории моральной ответственности будут утверждать, что нет. Поскольку личность существенно изменилась, поскольку оборвалась психологическая связанность, поскольку личность уже не обладает тем качеством воли, которое бы каузально и содержательно связывало бы эту личность с тем действием. А значит, атрибутировать тот грех в релевантном для моральной ответственности смысле отцу церкви нынешнему будет некорректно, и в связи с этим будет неуместным возлагать на него моральную ответственность, в частности, презирать его за этот грех в силу тех черт характера, которыми он просто не обладает. Но при этом нарративистские условия атрибуции действий могут соблюдаться в том, что касается, по крайней мере, непротиворечивого включения в автобиографический нарратив. Святой отец действительно может рассказать автобиографическую историю о грехах своей молодости, так скажем, и она будет непротиворечива. Если нарративистские условия выдвигаются на замен психологической связности, то, видимо, в соответствии с нарративизмом мы должны будем утверждать, что Святой отец все еще в полной степени презираем за те грехи. Но это подрывает всю идею раскаяния, как мне кажется, как она в принципе может быть представлена. И в этом отношении нарративистская теория также, на мой взгляд, проигрывает психологическую, как и оба других подхода. Психологическая теория лишена всех перечисленных проблем. В первую очередь, она, в отличие от нарративной теории, не содержит дополнительных условий на приписываемость действий, на атрибуцию действий. Она совместима со всеми страстаньянскими теориями моральной ответственности. Кроме того, психологический подход оказывается более экономным. Если биологический и субстанционалистский подход разводят условия нумерического тождества и условия психологической связности, то в психологическом подходе эти условия существенным образом связаны. На место нумерического тождества, вместо нумерического тождества, В психологическом подходе занимает обычно ар-отношение. Оно неотличимо от тождества личности в случае, если оно является неразветвленным. Само ар-отношение определяется через пересекающиеся цепочки сильной психологической связности. То есть через пересекающиеся цепочки сохранения тех психологических черт, которые личность имела прежде. Личность на довольно больших расстояниях времени может терять психологическую связность, оставаясь на меречке тождества. В смысле, оставаясь связанной ар-отношения со своими былыми версиями. Но если для моральной ответственности важна психологическая связность, то как раз от нее и зависит соблюдение ар-отношений. В этом смысле, согласно психологическому подходу, мы можем гарантированно утверждать, что там, где психологическая связность имеет место, там же имеется и ар-отношение, которое является субститутом номерического тождества в этой теории. Это позволяет обойтись не двумя критериями и не создает проблем выбора между ними, как в случае с биологическим подходом и субстанционализмом, но ограничится одним, поскольку его будет достаточно, исключительно условием психологической связности, которое, как я пытался показать прежде, как раз и должно предполагаться строссонианскими теориями моральной ответственности. Пожалуй, в плане преимуществ на этом я закончу. Можно было бы продолжать, но мне кажется, что сама демонстрация того, что у других теорий есть существенные проблемы совместимости с теориями моральной ответственности, тогда как у психологической теории этих проблем нет, говорит в пользу именно психологического подхода. Несомненно, психологический подход обременен рядом и множеством других проблем. Так, например, классическими, особенно в контексте моральной ответственности, являются проблемы разветвления для психологического подхода. Если мы представим себе бисепцию мозга, пересадку одной части мозга в одно тело, другой части мозга в другое, можно ли в таком случае говорить, что какая-то из получившихся в итоге личностей является морально ответственной за былое действие? Аналогично возникают проблемы дупликации. Если мы копируем личность, должны ли мы считать морально ответственной каждую из них, поскольку они не являются нумерически тождественными, вроде как это затруднительно и так далее. Возникают проблемы со скоростью изменений, в случае стремительных психологических изменений, как показывает, пытается показать Кэмпбелл, даже при соблюдении психологических условий тождества личности, кажется, что та личность, которая получается в результате стремительных психологических изменений, не должна нести моральной ответственности за предшествующие действия. И так далее. Множество других проблем. Но на их разбор у меня просто не остается сейчас времени. Я убежден, что каждую из этих проблем психологический подход может прекрасно решать. Если уместность возложения моральной ответственности и соблюдение условий агентности действия и моральной агентности зависит от психологической связности, то там, где релевантная психологическая связанность пропадает, там, где исчезает психологическая связанность того качества воли, которое выражалось в действии, и тех моральных способностей, которые были релевантны для отсутствия морального агента в отношении этого действия для соответствующей личности, там будет теряться и моральная ответственность. А там, где психологическая связанность такого рода будет сохраняться, там будет сохраняться и моральная ответственность при соблюдении, разумеется, других условий. Но на это мое время и стекло. Я закончу. Спасибо большое. Андрей, спасибо большое. Спасибо большое за то, что уложились в отведенное время. Коллеги, есть ли вопросы?